Иногда владельцы питомцев сталкиваются с проблемой, что у собаки опухла морда. Причин отека морды достаточно много, и объем отека может сильно отличаться. Ощущения при отеках у собак также могут быть различны, от ярко выраженной болезненности и зуда, при которых питомец плохо себя чувствует, до легкого дискомфорта. При проявлении отека морды необходимо обратиться к ветеринарному врачу, независимо от предполагаемой причины. Содержание возможной причины отека морды у собак Пищевая или контактная аллергия Реакция на укусы насекомых и змей Отравление Поствакцинальная реакция Инфекционные заболевания Реакция на медикаментозные препараты Новообразование Воспаление корней зубов Травма бактериальной инфекции Сопутствующие симптомы Диагностика лечения Если оперативный визит к ветеринару невозможен, когда нужна срочная ветеринарная помощь Профилактика ответы на часто задаваемые вопросы Возможные причины отека морды у собак Основные причины отека можно условно разделить на две группы Общие реакции, по этим причинам отекает вся морда или большая ее часть Это аллергия, реакция на укусы насекомых и змей, отравление, поствакцинальные реакции и реакции на медикаменты, инфекционные заболевания Локальный отек проявляется сильным вздутием в одном месте, на носу, губе, под глазом или на щеке у собаки Его причинами служат новообразование, воспаление корней зубов, химические ожоги, травма Разберем подробнее каждую из причин Пищевая или контактная аллергия довольно часто причиной того, что у собаки опухла морда является аллергия Скорость развития отека зависит от количества аллергена, поступившего в организм Чем больше аллергена, тем быстрее и ярче проявляется отек Обычно отек по причине аллергии, симметричный, распространяется по всей голове, часто сопровождается зудом, но, в целом, животное чувствует себя хорошо, кушает и ведет себя как обычно Наиболее часто аллергия у собаки проявляется отеком морды на пищу, богатую химией, на шампуни, косметические средства хозяина, пыльцу растений Реакция на укусы насекомых и змей-змеи, жалищие и кровососущие насекомые при укусе выделяют яд в виде активного белка Организм животного воспринимает этот белок, как чужеродный, и начинается острая аллергическая реакция Если укус был в области головы, у собаки опухает морда, отекает нос Место укуса, горячее и болезненное, собака постоянно чешет его, в месте укуса может развиться некроз мягких тканей Отравление Некоторые растения имеют токсичные компоненты – оксалаты, которые вызывают резкий отек подкожной клетчатки, и морда питомца опухает при контакте с ними Отравление токсинами – это экстренное состояние, необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу По возможности постарайтесь распознать токсины сообщить доктору, название и фоторастение или упаковку от яда Также, кроме отека, могут проявиться и другие симптомы – тяжелое дыхание, рвота, спутанность сознания, диарея Поствакцинальная реакция Реакция очень похожа на реакцию при аллергии Это самое опасное осложнение в вакцинации, так как развивается стремительно и может проявиться в любом возрасте и у любой собаки Чаще всего, у собак отекают уши, нос, глаза Также может начаться слюнотечение, приступы удушья, случится потеря сознания При первых симптомах аллергии ветеринарный специалист оказывает первую помощь Обычно реакция проходит так же быстро, как и наступает, поэтому уже через несколько минут после введения препаратов, собаке станет лучше Инфекционные заболевания Лимфатическая система собак реагирует на любую инфекцию, проникающую в организм И часто лимфатические узлы вследствие этого вторжения начинают набухать и вызывать воспаление в местах их скоплений Голова и шея – не исключение, начинается воспаление морды и шеи Отек может быть с одной стороны или с обеих, в зависимости от объема воспаленных лимфатических узлов Реакция на медикаментозные препараты протекает по типу реакции на вакцинацию или аллергии Проявляется так же через несколько минут после введения препарата Клинические признаки могут быть различны Отеки головы и шеи, шишки по телу, активное дыхание, покраснение слизистых, слюнотечение Новообразование опухоль на морде у собаки, как правило, не возникает резко Отек растет постепенно и долгое время может не доставлять дискомфорта питомцу Также, как и у людей, однозначной причины возникновения рака у собак не выявлено Различного типа саркомы, наиболее часто встречаемые опухоли При неопластическом процессе могут задействоваться мягкие ткани и кости, поэтому клиническая картина будет разная Воспаление корней зубов Если у собаки резко вздулась щека или опухла под глазом, то маловероятно, что у нее опухоль Вероятнее всего, причина в зубах Когда зубы воспалены, корни оголены или сломаны, то так же, как и у людей, может возникнуть гнойное воспаление Адонтогенный абсцесс У собак довольно узкая кость челюсти, поэтому при воспалении корня зуба, припухлость быстро растет именно под глазом или на щеке в проекции больного зуба Травма также щека может резко вздуться из-за тупой травмы После обширных ударов кровеносные сосуды травмируются и лопаются, вследствие чего появляется гематома и отек Обычно у собаки наиболее заметен отек глаза при травмах При оказании первой помощи можно охладить место травмы, чтобы сосуды спазмировались и прекратилось образование гематомы Бактериальной инфекцией Если травма колотая или кусая, может образоваться абсцесс Абсцесс – это ограниченная полость с гнойным содержимым, его развитие провоцирует бактерии, проникшие через рану От опухоли или гематомы его отличает наличие сильной боли Он растет постепенно, в течение нескольких дней, и с каждым днем становится мягче и горячее, до того момента, пока не лопнет, и из него не вытечет гной Сопутствующие симптомы при отеке морды у животного могут быть сопутствующие жалобы, которые помогут определить его основную причину Зуд говорит о проявлении аллергии или наличии укуса Боль говорит о травме или укусе Угнетенное состояние и снижение аппетита говорят о повышении температуры вследствие развития воспаления или инфекции Слюнотечение, спутанность сознания, покраснение слизистых образуются вследствие острой аллергической реакции Диагностика часто при отеке морды у собак, для определения его причины, достаточно собрать анамнез и вспомнить, что новое предшествовало развитию симптомов Был ли контакт с чем-то у питомца, растениями, косметикой, насекомыми Или он подрался накануне, и были травмы, укусы Диагностика в виде рентгена потребуется, если предполагается заболевание зубов Для постановки диагноза достаточно провести осмотр ротовой полости, предварительно определить больной зуб, сделать рентген и оценить степень воспаления При подозрении на онкологический процесс используют визуальную диагностику, рентген и компьютерную томографию, а также цитологическое исследование образцов тканей При подозрении на развитие инфекционного процесса потребуется провести клинический анализ крови, осмотр и измерение температуры, могут быть назначены тесты на инфекции при наличии специфических жалоб, диареи, рвоты, выделения из носа, кашля Лечение Если причиной жалоб стала аллергия, необходимо исключить аллерген из жизни питомца и дать антигистаминный препарат Если причиной отека стал укус пчелы, необходимо извлечь жало, обработать место укуса хлоргексидином, перекисью или, на крайний случай, любым спиртовым раствором и приложить холодное к месту укуса При укусе змеи необходимо постараться отсосать яд и провести дезинфекцию Следите, чтобы собака не чесала место укуса и больше пила При развитии воспалительных процессов вследствие проникновения бактерий и вирусов проводят лечение антибактериальными препаратами, а также назначают симптоматическое лечение в зависимости от имеющихся жалоб Одно из самых долгих и сложных лечений проводится при развитии онкологического процесса Лечение рака не всегда возможно, назначают хирургию и химиотерапию Очень важна стадия, на которой владелец обращается за помощью Чем дольше не проводить лечение и чем больше растет опухоль, тем меньше вероятность проведения успешного лечения Немалый объем лечения проходит и при заболеваниях ротовой полости, необходимо проведение стоматологических процедур и антибактериальная терапия Если оперативный визит к ветеринару невозможен прежде чем оказать помощь в домашних условиях, определите, где конкретно произошел отек морды, мешает ли он собаке дышать, в сознании ли она Постарайтесь вспомнить, что предшествовало отеку, гуляли ли вы в поле, дали ли что-то новое из еды или может собака подралась с кем-то Осмотрите голову на наличие травм, укусов, гноя, крови, признаков расчесов После того, как определили предварительную причину, можно постараться оказать помощь Например, обработать раны при их наличии, удалить жало, если это укус И дать антигистаминный препарат, лучше всего держать его в аптечке, тавегил, цитрин, зодак Когда нужна срочная ветеринарная помощь, некоторые причины отека требуют срочного обращения к ветеринарному специалисту Если вы, кроме отека морды у собаки, наблюдаете дополнительные симптомы, такие как изменение цвета слизистых, посинение или бледность, многократную рвоту или диарею Резкое изменение температуры тела, истечение из припухлости, трудность дыхания, судороги, спутанность сознания, необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику В этих случаях невозможно самостоятельно оказаться первую помощь в домашних условиях, и каждая минута на счету Профилактика осматривать питомца после активных игр с другими собаками и проводить обработку всех найденных ран Регулярно проводить осмотр рта на целость зубов и наличие зубного камня Также не забывать о профилактике зубного камня, регулярно чистить зубы Правильно кормить собаку Избегать аллергенов и слишком большого разнообразия пищевых компонентов Исключить контакты с ядовитыми растениями и химикатами Регулярно проводить обработку от внешних паразитов Если вы решите гулять с собакой в новой местности, не отпускать с поводка и изучить местную флору и фауну Ежегодно проводить осмотр у ветеринарного специалиста Ответы на часто задаваемые вопросы Почему у собаки припухло щека с одной стороны? Причин односторонней припухлости щеки может быть несколько Наличие травмы и развитие гнойной инфекции, воспаление корней зубов, укус насекомого, опухоли Для постановки диагноза важно оценить наличие боли, скорость увеличения припухлости и состояние зубов в ротовой полости У собаки опухла челюсть, с чем это связано? Чаще всего у собак опухает челюсть вследствие развития инфекционного или ракового процессов В области верхней и нижней челюсти из-за наличия инфекции могут воспаляться лимфатические узлы и, как следствие, развиться отек челюсти Или сама кость из-за развития опухолевого процесса может изменить свою форму и размер У щенка опухла морда, стоит ли волноваться? Если морда опухла резко, и на общее состояние питомца это не влияет, вероятнее всего, это просто аллергическая реакция Постарайтесь вспомнить, что предшествовало отеку и исключить это из жизни питомца В качестве первой помощи дайте антигистаминный препарат Почему у собаки опух нос? Чаще всего причиной опухшего носа бывает укус насекомого или аллергическая реакция Однако бывают и более серьезные причины – травмы, инфекции, инородные тела Если имеются дополнительные жалобы, выделение из носа, кровь, чихание, вялость, трудности с дыханием Рекомендуем незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу У собаки на шее появился какой-то отек, что это? Отеки на шее у собак могут быть вследствие лимфоденита, воспаления лимфоузлов, аллергического отека, гематомы или абсцесса, а также из-за возникновения новообразований Как правило, новообразования растут постепенно и долго, гематомы и абсцессы возникают резко и вследствие каких-либо травм Они довольно локальны и имеют четкие границы Если воспалились лимфоузлы или проявилась аллергия, отек равномерный и обширный, неболезненный, возникает после контакта с аллергеном или инфекцией У собаки опухла морда с обеих сторон, что делать? При опухании морды у собак с обеих сторон необходимо сначала определить его причину – укус насекомого, змеи или аллергию Нужно постараться оказать первую помощь и срочно обратиться в ветеринарную клинику Вы можете дать питомцу антигистаминный препарат – цитрин, зодак, супрастин Если вы обнаружили место укуса, обработайте его дезинфицирующим раствором, удалите жало, дайте собаке много пить У собаки заметили опухоль на губе, нужно ли обратиться к ветеринару? У собак на губах может встречаться довольно много разных типов опухолей Чаще всего, это злокачественная меланома Если у собаки опухла губа, необходимо как можно скорее обратиться на прием к ветеринарному специалисту, определить причину и начать активное лечение Статья не является призывом к действию Для более детальной проработки проблемы рекомендуем обратиться к специалисту Спросить ветеринара